Сегодня у нас 7 июня. Это лагерь Стан. Сейчас уже называется музей, комплекс для бедных лагерей. Здесь вот я пришел и Игнатьев здесь работает, один, вон он где. Разбирает, бум. Видимо заваливает лунки, ямки из-под столбушку. Вот так вот ходить надо искать. Иной столбушок отломился вверх, а этот вот корова ногу сломает. Я сам провалился уже два раза. Это наша ровная обязанность, потому что это наша территория была, и сейчас надо задалбливать и утащить вот эти вот. Сейчас дам тебе середро бы было, мы бы сейчас оттуда подтаскали навоз, но надо здесь выскребать. Эта яма больше, ладно. Вот эту надо и толкушкой толочь. Вот эту вот сейчас мы утащим, прямо на канаву положим, чтоб голову не забежали. И тут еще два продольных, длинных вот этих. Все, я вот пришел сегодня, раз-два разобрал сколько, какая у меня сила-то? А все Господь пособил. Видишь как? Мы были сегодня в Мамонтово, в сельсовете в Корчино, в прокуратуре там были. В администрации везде я положил документы, чтобы не посягали настроение. Строение это комплекс целый. Пять келей, игровой зал, столовая, у нас там колодец, баня. Это все комплекс идет. Игровые площадки, тестомес, где есть лаба, схранить продукты где-то. Все лагерное. Мы можем дать очень хороший совет тем, кто желает, чтобы дети у них отдыхали. Отдыхали по-христиански. Православное, поэтому... Вот сегодня меня везде водили, и везде мы снимали. И в одном месте такая секретарь. А мне не надо снимать. Я говорю, а почему вы команды? Триста тридцатая статья уголовного кодекса вас уже ставят виновные. Вот отсюда надо будет. Теперь туда. Я говорю, девятнадцать один административного кодекса. Она не знает, охранник стоит, она его вызвала, чтобы это вроде прекратили. Я говорю, прокуратура рядом, мы сейчас можем просто сообщить. А прокуратура зашли, там прокурор, то мы заходим с улицы еще снимаем. И я вспышки делаю, ни один, нигде. И даже в сельсовете была она только. А почему, когда у вас совещания были, нас не вызывали? Я говорю, зачем вы нам нужны? Какой вы совет можете дать? Никакого этого совета нет. Мы можем вызвать. Это непроходимая дорога. Это наши деревенские внутренние дела. Она не секретарь, а та в отпуске. А ее позвали, она решила какой-то вес себе дать. Я говорю, вам это не надо говорить. Зачем вы говорите-то? Мы вас будем приглашать на наше совещание. Но я буду призывать вас на моление. Вы пойдете? Нет, это все разное. Видишь, сколько вот набрал. Нам нужны основные столбы, которые здесь. Потом выкопать хорошие и поставить. Контур показывать, когда... Это кто там бегает-то? По-моему, там коса болтается. А? Василиса. Василиса, аа. Ну вот что. И считаю, что ладно идет у нас. В кучу стаскал. Я вот туда попер эти. Эти сюда. И там коровы разламывали, мы делали. Пошел туда, там все целое. Ничего не сделали. А сейчас мы вот это вот. Вот мало очень. И туда большие сейчас утащим, положим. Большие, которые большие, как бревна. А корова на бревна не полезет. И оно не сгниет там, будет лежать. Лопаты под нее маленько подправим. И все на этом. Видишь, как убрали? И там он... Вот столб убрали. Это наш столб. Мы его сейчас заберем оттуда. Им надо играть. Пускай играет. Все. Деревня сама себя обеспечит. Они все за наш счет делали. Ну вот такое дело. Все. Благослови ее, Господи. Василиса это, да? Да. Молодец какая. Рукава-то обожжет. Она в тапочках? Ну да. Ну пока оставь. Давай перенесем, что я сказал. Ага, понял. Слава Богу.